Кстати, да, Олег, расскажи, часто ли мы разговариваем по душам? Мы с Гришей по душам не разговариваем, а живём. Каждый день, каждый день я рассказываю Паше, что у меня случилось на работе. А в нашей семье принято по душам кричать. Ой, шо це у нас таке почалося? Ну, раза два, три в неделю. Когда Лёха спит? Раз в неделю. Ну, просто по пятницам мы же с мужиками ходим в бар. А вообще, размова по душам... Это важный инструмент в достижении семейной гармонии. А, с Настей? Не, ну, Настя ж не пьёт. Лавки сходи, світло з балкона, рівні двері, вечірня втома. Знову там, де нам все знаємо, бо коли ми вдома добре кожному з нас. Кожному з нас, коли ми вдома... Четвёртый слева музыкант, а пятый справа дальтуни. Ты для меня зелёный, я тебя не вижу. Ну, шо ты делаешь? Стирай свои бумеранги. Так чё ты мучаешься? Закинь машинку и всё. Это с твоим платьем легко простернул и всех делов. А тут деликатная стирка. Просто от автомата резиночка растягивается. Это... Это мыло с овсянкой ручной работы. Фарин, так я ручной работой занимаюсь. Я этим мылом лицо умываю. Отлично. Носки – это лицо настоящего мужчины. Андрей, занимаешься ерундой. Честное слово. Ты же... И только попробуй их достать оттуда. Всё, тебя прятать надо. Да, улетели бумеранги. Переходим к парашютам. Профессиональный уход за волосами. Ну, порядок подходит. Четвёртый с левым музыкант. А пятый с право дальтуней. Ты кому это голым пузом сигналишь, а? Тихо, 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 тихо. Это я солнечную воду принимаю. Говорят, витамин Д даёт. Хватит ходить, как сметана. Меня в молодости с мулатом путали. Не мулатом, а цыганом. А ты зачем с подоконника мои цветы сюда поперетаскала? Им же свет нужен. Да я вот в прошлый раз твой фигу с подоконника не убрал, так тень на жертве просто пальмой осталась. Женщина, оставь меня хотя бы на минуту. Я хочу зону бикини тоже солнцем пройтись. Шучу, шучу. Я вчера это сделал. Шучу. Позавчера. Да у тебя. Ой, дозволенная бутылочка пива делает своё дело. Это же надо, чтобы так вставила ты на стрелочке. Гриш! А я не спросила, как тебе пиво-то безалкогольное? Сильно чувствуется разница, а? Бессмысленно прожитая полчаса жизни. Вот и вся разница, Наденька. Загорай! Оксаночка, а это ты на фотографиях? Я, а что? Ой, какая ты красивая! Ну, просто Оксана Марченко. Только без грима. А то, а то поряд с тобой, что за родный циган? Где? Ну, ну, оце. О, оце. Это моя подруга, лучшая циганка. А, ну, она тоже очень, очень красивая. Она на тебя похожа. А то, а то действительно девчина. Наталья Богданёвна, вы хотите посмотреть свой сериал? Так. Ну, так и скажи, что потребен ноутбук. Так, я так и кажу. Подожди, подожди. Подожди, только я не помню, на какой серии остановилась. А вмикни мені список. О. Так. Цю дивилась. Дивилась. А. О. А це что-то. А ну, вмикай. Я хочу дізнатися, хто мій батько. Стоп. Ну, шо, дивилась цю? Ой, ти знаешь, щось не пригадую. А ну, давай трошечки вперед. Я знаю, хто твій батько. Стоп. А ну, ще трошечки вперед. Настав час сказати тобі, хто твій батько. Стоп. Що, от скунички вперед, давай. Отже, твій батько. Роли виконували. Ні. Оцю не дивилась. А ну, давай, перемотуй на початок. Давай. От, спасибо. Оксаночка, а ти куди? А давай, давай разом подивимось. Та-да-дам. Та-да-дам. Мари, іди сюди. Глянь, як Леха смешно ікає. Та-да-дам. Та-дам. 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 А че там думать? Лех, а ну, задержи дыхання на минуту. Может, на час? На час – это нереально. А сказать годовалому ребенку «задержи дыхання» – это реально, да? А, можна этот, рот і нос рукой закрати, а то работаєш... Так, руки убрал, я сама разберусь. Андрей, иди займись чем-нибудь. Видишь? Сейчас водички попьешь, и все пройдет. Вот так. Вот. Андрей, ты че, с ума сошел? Говоришь, ну, я хотел Леху напугать. Ты совсем дурак? Я из-за тебя... Привет, Катюш. Привет. Слушай, ну сколько раз я тебя просила не красить ногти в комнате? Ну, этот запах – это же капец просто. Нам же тут спать. Ну, Катюш. Ой, это что у нас? Мода новая такая? Все пальцы красного цвета, один большой – черного. А, я понял. Это ты в тренде, да? Нет, Паша. В тренде сейчас разбрасывать везде свои микроскопы, да так, чтобы любимая об них ударялась пальцами ног. Они что, у тебя чугунные? Там такой специальный сплав, понимаешь, просто... Паша! Да, извини. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Настя, а ты что, не приготовила то, что я просил? А ты что-то просил? А вот я же салатик. Какой салатик? Вкусный. Я же записку оставлял на столе. Какую записку? На салфетке. Так это была записка? Ну да. А, вот-вот-вот. Олег, я понимаю, что ты учился в институте физкультуры, и что там чаще кроссы бегали. Ну, прости меня, что я должна тут понять? Ку-ри-о-ту-пицу. О, блин. А тут вообще разобрать не могу. Настя, а что непонятного? Купил курицу. Приготовь. А кружочек? О. О? Олег. Олег. Так. Подожди. Миши, 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 миши. Ага. Миши, пилилищи. Да я ручку расписывал. А есть разница? Вот блин. Олег, да не расстраивайся, я тебе сейчас приготовлю твою курицу. Да нет, Настя, тут дело поглобальнее будет. Это что же получается, что ты ни одного стихотворения, которое я тебе написал, когда мы познакомились, не прочитала? Олег, я же думала, что они на Серпском. А я же думал, ты меня за них и полюбила. Олег же. Так я же тебя за это и полюбила. Слушай, это было так мило. Кукло. Кукло. Кипурица. Ну, фла. Великоморец. Да, 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 москвич. Я ведь почему решил эту машину-то продать? Потому что вдруг осознал, что она прожмет дождь, чем я. Так что вы, вы решайте, вы, вы думаете, да. Я не поняла, ты что, решил москвич продать? Не продать, Надь, а уже почти что. Продал. Из целой пачки объявлений, только два объявления приклеил, я уже от звонков отбойник просто. Молодь. Ты почему меня не спросил, может быть, я не согласна? Да я помню, как ты не согласна. Всего один раз попросил, говорю, Надя, нужна сотня сальники поменять. И что? Я тоже помню, как после этих твоих сальников ты два дня в себя прийти не мог. Ну, Гриш, ну перестань. Как ты будешь на рыбалку теперь ездить? Как всегда, на автобусе, потому что машина без сальников, она не едет. Гришенька, ну как же ты жить-то теперь будешь, господи? Ну, ни диван, ни телевизор, ласточку тебе не заменят. Да, да, так же, как без сотни, никто мне не заменит старые сальники на новые сальники. Хорошо. На, держи. Так уже не сотню надо, Надя, уже две. Ты только что сказал сотню. Две, Надя, надо. Все дорожает, даже гречка. При чем тут гречка? Ну, как же при чем? Гречку возят на машине, а машине что нужно? Сальники. Держи. Только не продавай ничего, хорошо? Конечно, я пойду куплю новые сальники. А бизнесмен, продам москвич Григорий. Даже номера не напишала. А ну, стой! Стой, я сказала! Терминатор. Титаник. Терминатор. Титаник. Терминатор. Слушай, чого це ми весь час дивимось те, що ти хочеш? Бо я глава сім'ї. І я чоловік. Ми будем дивитися, чи той, терминатор. Слушай, глава сім'ї, піди це і своїй мамі скажи. Але отримаєш пенделі і станеш у куток до вечора. Що, шо, 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 шо? Дивися, щоб тебе та сама доля не спиткала. Що сама стане. Злякалася прямо. Злякалася. Терминатор. Титаник. Терминатор. Води. У цій хаті можна спокійно жити, а? Без скандалу. Можна спокійно розмовляти, а не кричати, Оксана! Тарасик, синочка, шо трапилось? Мамо, я як глава сім'ї їй кажу. Так. Я глава сім'ї. Так. І ми будем дивитися терминатор. Наталя Богданівна, у нас глава сім'ї у технокраї кожного дня дивиться терминатор по телевізору. Але не може додивитись до кінця, бо телевізори дуже швидко розпродаються. Тому дивимось, Титаник. Термінатор. Титаник. Термінатор. Так, а ну, тихо. Та я знаю, як ви рішите вашу проблему. Є старий надійний спосіб. Наталя Богданівна, ми не можемо тим способом, коли ви вдома. Господи, та я не про те. Кіно з вами. О, дивіться. Оце відеозапис вашого весілля. О, зараз і подивимось. Хто перший у ЗАГСі став на рушник, то і є глава сім'ї. Я згоден. Згоден. Я згоден. Поїхали. Давайте. Давай. Зараз подивишся. Єс. Ну шо? Усім все ясно? Наталя Богданівна, ми ще із Тарасом не встигли крок зробити, а ви обома скакнули на наш рушник. Ну, шо порубиш? Таке життя. Мамо, так я не поняв. Що ми зараз будем дивитися? Термінатор? Чи Титанік? Ми зараз будемо дивитись «Битву екстрасенсів». Ну, ну... Тараса, мені ще раз поставити фотофініш? Не надо. Всю ночь, Настя. Да ти шо? Метод проверений. Подожди, так он же откроє шкаф. Он увидит, что там никакого любовника нет. Он поймет, это подстава. Настя, главное, чтобы мужик приревновал. А гормоны все сами сделают. Ой. Он по-моему уже пришел. Ой, молодец. О! О, привет. Олег. А тебя так рано с работы отпустили? Настя, вообще-то я тренер, я сам себя отпускаю. Ох, а ты знаешь вообще, что меня крестили под именем «Устал»? Ох, а ты что, на работу не ходила сегодня? Ой, я что-то приболела. А накрасилась зачем? Ой. Это для тебя, дорогой. Это не для какого-то другого мужчины. Я польщен. Тебе чай сделать? Тише, тише. Что тише, тише? Ничего, это я так, в воздух говорю, тише, тише, тише. Хорошо, я буду тише. Это нормальный вообще? Я тихий. А что? Ничего. Блин. Ты приходишь с работы пораньше. Твоя жена голая лежит в постели. И говорит испуганно шкафу. Тише, тише там. Это по-твоему что? Моя жена полуголая говорит шкафу. Тише, тише, тише там. А полки ей не отвечают. Я все-таки сделаю тебе чай. Полки, полки, полки. Блин. Мариш, а где Пультевичкас? Что? Ну, Пультовицкий где? Это кто вообще? Пультиштейн, куда дело, мать? Господи, Пульт? Ага. Я не знаю где. Что это вообще за дурость такая? Ты что, нормально сказать не можешь? Это ты не знаешь. Мы с парнями на работе придумали такую забавнюшечку. Ну, и слов, фамилии делать. Понятно. А у нас в городе уже вся преступность искоренена, да? Больше вам заняться нечем на работе. Ой. О, бутерманы. С Сиркевичем. Мариш, а где, где Салямиус, Майонескас? Так, Андрей, перестань. Ты понимаешь, что Лешка скоро начнет запоминать эти слова? Нормалини. Хоть кто-то в этой квартире начнет меня понимать. Здрасте. Здоров. Я, допустим, не хочу, чтобы его первое слово было Горшакашвили или Укакидзе. Да ты успокойся, Кас. Первое слово будет о тебе. Мамян. Так, Андрей, какой мамян? Ну, я что, армянин? Нет. Все. Я запрещаю тебе употреблять эти дурные слова. Иначе, когда Лешка пойдет в садик, возникнет диссонанс. Ну, ты где такую фамилию слышала? Диссонанс. Вот не умеешь играть, не лезь. Это мужская игра. Поняткович. Ну, как же его, ну? Что ты там бормочешь? Да я вспомнить не могу. Напомню. Маккартни, Леннон, Стар и... Д'Артаньян. Какой Д'Артаньян? Ну, ты же сейчас про мушкетеров? Нет. Четвертый из Битлз. Кто? Битлз? А может, их было трое? Легендарная ливерпульская четверка. Как их может быть трое? Блин, долбаные проскивью. Паша, ну я ошиблась. Ну зачем обзываться? Катюш, проскивью это то, что на языке вертится, а ты вспомнить не можешь. То есть про проскивью ты помнишь? А про четвертого забыл. Ну как же его? Посмотри в интернете. Нет. Это дело принципа. Пожалуйста, не мешай. Я не могу сосредоточиться. Катя. Харрисон. Точно. Джордж Харрисон! Что? Прости, пожалуйста. Джордж Харрисон? Я просто вспомнил, что четвертый из «Битлз» — это Джордж Харрисон. Фу! Теперь наконец-то уснул. А зачем ты это вспоминал? Ну, Катюш, ну как зачем? Ну, и мы вдома.